Добро пожаловать на служение Современной Церкви. Мы надеемся, что это послание бодрит вас, вдохновит и взбудоражит вашу веру. Будьте благословенны. Здравствуйте, я пастор Эмма Нарийна. Я старший пастор служения Современная Церковь вместе с моим мужем Беном. Я очень рада быть сегодня вместе с вами. Надеюсь, что это слово станет ободрением для вас и наставлением вере в Иисусе Христе. Давайте начнем. Сегодня мы будем говорить о том, каково это — держаться пути во время нашего путешествия с Иисусом Христом. Мы, верующие, надеемся, что в продолжении этого путешествия мы будем приближаться к Христу и твердо держаться пути веры, который Он дал нам. В Евреям 13.8 мы находим основание того, что значит держаться пути. И мы видим его вот в чем. Иисус Христос — вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус Христос отражает постоянство в Своем характере. Это то, к чему мы стремимся во время нашего путешествия веры. В продолжении нашего пути нам важно понимать, что Христос не изменен, а мы изменяемся и подвержены влиянию со стороны. И именно к Его постоянству мы и стремимся, двигаясь дальше. В погоне за постоянством в наших отношениях с Ним это не меняется. И мы должны помнить об этом, когда мы приближаемся к Нему. Напоминая себе о Слове, которое стало плотью, мы можем использовать это Слово в качестве светильника для наших ног, чтобы освещать путь впереди. Становясь более зрелыми учениками за время своего пути, мы должны дойти до того момента, когда займемся вопросами дисциплины и наследия. В Матфея 28, 18-20 мы читаем следующее. «И приблизившись Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века». Это место знакомо многим верующим. Это наш христианский мандат. Это наше великое поручение – идти в мир и воспитывать учеников. Как же нам идти в мир и воспитывать учеников? Ответ находится в этом же месте. Там сказано, чтобы мы учили их соблюдать все, что Он повелел нам. В простейшей форме наш мандат наставничества – это научить других соблюдать учения Иисуса. Однако сначала мы должны понять в себе, что мы соблюдали их и научились у Христа. Во-первых, мы должны понять, что сами соблюдаем учения Иисуса. Как нам сделать это? Мы делаем это, когда ценим и осваиваем дисциплину. Понятие «ученик» происходит от слова дисциплина. И поддерживая дисциплину, дисциплинируя себя, мы становимся все более похожими на Христа. Мы становимся эффективнее в Царство Христа. В Луке 14, 27 Иисус сказал, «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Иисус не говорит, что у нас не будет бремен. На самом деле, Он говорит, чтобы мы взяли свои бремена и последовали с ними за Ним. И следуя за Христом с бременами тем, в чем мы должны дисциплинировать себя, мы начинаем очищаться. Чтобы отвергнуть представление о том, что Бог хочет наказать нас, мы должны вернуться к благочестивой дисциплине. Божья дисциплина подкрепляет нашу личность. Евреям, 12 глава, 5, 8 «И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец. Принимая Божье наказание в своей жизни, мы получаем подтверждение нашей личности в роли Его сыновей и дочерей. Я, как мать, хочу сделать все возможное, чтобы направить своих детей на верный путь, передать им мудрость и понимание, помочь им идти путем праведности. Но для этого мне нужно придерживаться дисциплины в воспитании, чтобы они оставались на этом же пути. И это не всегда легко. Принятие наказания означает признание своих ошибок. Вы должны признать те моменты, где вы не попали в цель, но не с виной стыдом или попытками избежать наказания. Мы должны стремиться стать лучшими учениками Иисуса Христа, чтобы потом самим наставлять других. Откровение 3.19. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностем и покайся. Мы должны помнить, что Божье наказание проявляется в любви. Я помню, когда мне было 11 лет, я была в церкви со своей семьей. Мы были в центре города. Там был магазин с дисками. Если вы не знаете, что такое диски, то поищите в интернете. Фактически это было устройство, на котором была записана музыка. Это был магазин дисков в стиле Death Metal. Это не было места для 11-летней девочки. Я помню, как тихонько ушла посреди служения и пошла в этот магазин с дисками. Я начала просматривать диски, но меня поймали на горячем. Мой брат тоже оказался там. Он тоже решил прогулять церковь и решил сдать меня отцу. В итоге меня наказали. Я помню это наказание. Предположим, мой отец не любил меня. Предположим, что ему не было дела до того, что сказал мой брат, и что мы прогуляли церковь вместе, которая не подходила 11-летней девочке. Как думаете, что бы случилось далее? Мне бы стало комфортно повторять это. Я могла начать с магазина дисков Death Metal, но этот путь вскоре мог стать весьма скользким. И если бы мой отец не проявил дисциплину, не наказал меня, то я не уверена в том, стояла ли я сейчас здесь, свидетельствуя о наказании со стороны любящего отца. Мы должны понять, что дисциплина — это то, что помогает нам ходить рядом с Иисусом. Это та вещь, которая базируется на любви отца. Он называет нас своими сыновьями и дочерями. Он хочет, чтобы мы были успешны в нашем путешествии веры и были праведны. В притчах 12 главе, первом стихе сказано, кто любит наставление, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Наказание неравноценно разрушению. На самом деле, именно отсутствие дисциплины ведет нас на путь разрушения. Мы должны убедиться в том, что у нас есть знания, необходимые для дисциплины, чтобы мы не принимали глупые решения. Дисциплина делает нас более эффективными верующими и наставниками. Великое поручение требует от нас принятия Божьей дисциплины. Притча 6.23 гласит, ибо заповедь есть светильник и наставление свет. И назидательные поучения, или дисциплина, это путь к жизни. Когда нас дисциплинирует любящий Небесный Отец, мы становимся на путь жизни. Он показывает нам путь, которым мы должны идти. Он показывает нам, как придерживаться этого пути в путешествии веры. Наш образ жизни связан с дисциплиной. Она приносит плоды, которые остаются надолго. Если вы хотите удержаться на пути в длительных отношениях с Богом, примите дисциплину и тот плод, который она приносит. Евреям 12.11 говорит, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Та 11-летняя девочка не была в восторге от наказания, которое она получила от своего отца. Но, стоя сегодня перед вами, я ценю то наказание, что получила от своего любящего отца. Ведь я стою здесь, зная, что я осталась на пути, который был обложен праведностью в любви. Профессиональные спортсмены, балерины, художники, музыканты применяют дисциплину в своей жизни, чтобы оставаться эффективными в своем деле. Так и мы, последователи Христа, должны придерживаться этой дисциплины, которую мы видим в Слове, чтобы освоить дисциплину. Мы должны научиться обращать внимание на те моменты, в которых мы не попали в цель. Это значит, что вокруг должны быть люди, которые укажут на слепые места, чтобы вы остались на верном пути. Так что же Христос говорит о том, как нам быть верными учениками? Во-первых, ученик любит Бога. Мы читаем об этом в Евангелии от Марка, 12.30. «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею». Это первая заповедь учеников — любить Бога. Второе. Ученик любит людей. В Марка, 12.31 сказано, вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, больше из сих заповедей нет. Третье. Ученик любит благочестивый образ жизни. «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мы видим эти слова в Матфея, 5.48. Четвертое. Ученик любит рассказывать об Иисусе. В Марка, 16.15 сказано, «И сказала, мы дети по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари». Пятое. Ученик любит Божью семью. Иоанна, 13.35 говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Шестое. Ученик любит Божье царство. Матфея, 6.33 говорит, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам». И седьмое. Ученик любит быть щедрым. В Луке, 6.38 сказано, «Давайте и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, а цыплют вам в лона ваше. Ибо какую меру мерите, такой же и отмерится и вам». Кроме того, в Матфея, 22.36.40 сказано следующее. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Фактически мы видим итог в Матфея 22.37.40. Иисус говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. Как мы делаем это, говорит о нашем сердце. В продолжении этого путешествия на пути с Иисусом мы говорили о наставничестве. Но мы также должны поговорить о наследии. Наследие – это когда мы вкладываем в то, что не видим. Наследие – это то, что Христос оставил нам, чтобы мы также могли оставить это другим. Наследие – это не что-то, что вы прячете в банке. Это не что-то, что передается после вашей смерти. Это то, что вы оставляете каждый день, когда сидите дома, идете путем, ложитесь и встаете. Когда вы любите Бога в полноте, вы оставляете полноценное благочестивое наследие. Псалом 77,4 говорит, «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Это место напоминает о том, что мы должны провозглашать дела Божьи. Наше провозглашение Божьих чудес оставляет наследие надеждой грядущим поколениям, чтобы они могли надеяться на дни чудес в свое время. Наследие требует чудес на завтра, но это также означает, что оно требует чудес и на сегодня. Вчерашних действий недостаточно для того, чтобы оставить настоящее наследие. Мы каждый день имеем возможность повлиять на будущее поколение. Наше наследие требует, чтобы мы радовались вчерашнему дню, полноценно живя сегодня и будучи готовыми к завтрашнему дню. В исходе мы видим, что израильтяне были в плену у египтян. Бог призвал Моисея, встретившись с ним у горящего куста. Моисей пошел к фараону, чтобы попросить его освободить израильтян. Мы видим, что во время разговора с фараоном Моисей понимал, что свобода была возможна. В итоге фараон отпускает израильтян. Но потом он бросается в погоню за ними, и Бог совершает чудеса во время этого путешествия. По дороге к земле обетованной, Бог вел их с помощью огненного и облачного столба. Мы видим чудеса, о которых рассказывается в исходе. Это была Божья работа. И ее передали нам в виде наследия. Когда израильтяне добрались до реки Иордан и вошли в землю обетованную, они сделали нечто, что стало ключевым моментом в истории. Они поставили 12 камней. Это были 12 памятных камней. Они могли посмотреть на эти камни и увидеть чудеса и дела Божьи. Эти камни представляли наследие, которое они получили благодаря чудесам Божьим. Важно понимать, что они не остались с этими камнями. Они не разбили лагерь у реки. Они не остались на том месте, чтобы жить среди этих камней. Да, они напоминали о чудесах Божьих, и они рассказывали эти истории последующим поколениям, чтобы и мы сегодня слышали о чудесных делах Божьих. Но израильтяне не остались там. Они пошли дальше. Но почему? Потому что они знали, что те дела, которые Бог совершил в прошлом, говорят о том, что Он может сделать еще больше впереди. наше наследие должно состоять из чудес прошлого и настоящего, чтобы в итоге у нас были чудеса завтрашнего дня. Мы должны постоянно держать свою веру в чудесных делах Божьих, чтобы мы оставили наследие чудес Божьих для следующих поколений. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, 19-21, мы читаем, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Это место говорит о том, что Бог желает нам вечного наследия. То, где вы храните свои вещи, определяет место, где вы получите доступ к ним. Собираете ли вы себе вечное наследие? Потому что Бог желает этого для вас. Сокровища не следуют за сердцем. Сердце следует за сокровищем. И то, где ваше сокровище, говорит о том, где ваше сердце. Наше сердце должно находиться в нашей любви к Иисусу Христу. Если ваше сердце за Него, то оно и за Его тело, и за Его церковь. Вы оставите наследие для Его тела, Его церкви, грядущих поколений. Да, мы можем оставить наследие на земле. Но давайте оставлять также наследие, к которому мы получили доступ в вечности. Переживает ли ваше сердце за Его невесту? Оставляете ли вы наследие для невесты Христовой? Оставляете ли вы наследие для будущих поколений Церкви? Ваше наследие создает пространство для обучения других в вере. Ваше наследие создает пространство для других на основании вашей веры. Не потратьте свою жизнь на сеяние в невечные дела. Вы можете потратить свою жизнь на что-то, что переживет вас. Бенджамин Франклин сказал, если вы не хотите, чтобы вас забыли сразу после смерти, то напишите что-то достойное прочтения или сделайте что-то достойное книги. Нам, верующим, дан этот мандат – воспитывать учеников. Для этого мы должны показать людям, как соблюдать учения Христа. Мы делаем это через благочестивую дисциплину. Мы делаем это с помощью того, что оставляет настоящее наследие, которое предназначается для следующего поколения, а не оставляется в текущем моменте. Мы говорили о том, чтобы оставить настоящее наследие, которое направлено на следующее поколение. Ваше сеяние помогает другим готовиться к новому сезону. Вопрос не в том, что мы даем, а в том, чтобы давать то, что выдержит испытание временем. Мы говорили о том, что наследие требует чудес сегодня. Мы можем размышлять над прошлым, над удивительными чудесами, которые уже совершил Бог. Они оставили наследие для нашего момента, сейчас. И где бы вы ни были, Бог хочет оставить наследие чудес. Примите сегодняшние чудеса, чтобы оставить настоящее наследие, которое научит других, как держаться пути. Наше наследие требует от нас, чтобы мы радовались вчерашнему дню, живя полноценно сегодня, и будучи готовыми к завтрашнему. Вчерашних действий уже мало, и я надеюсь, что вы будете и дальше прибавлять к вере дисциплину, будете следовать учениям Христа, будете оставлять наследие, которое превзойдет вашу жизнь. Мы надеемся на Иисуса. Он свет нашей стези и светильник нашей ноге. Давайте и дальше идти в великом поручении, христианским мандатом. Наша задача — идти в мир, воспитывать учеников Иисуса Христа, показывать им учения Иисуса в нашей жизни. И продолжая двигаться по этому пути, мы надеемся, что, услышав это послание и проведя время с нами, вы примете силу от Бога через Духа Святого, чтобы каждый день исполнять мандат великого поручения, показывать людям учения Иисуса в том, как вы проживаете свою жизнь. Давайте помолимся. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты привел нас на путь веры. И в продолжении этого пути мы приближаемся к Тебе, Иисус. Помоги нам быть верными на каждом шагу. Освящай наш путь, Иисус. Мы просим сегодня, чтобы божественная дисциплина пришла в нашу жизнь, чтобы мы научились любить те указания, что Ты даешь нам, Боже, потому что они производят ту праведность, в которой мы нуждаемся. Боже, мы молимся о том, чтобы мы были людьми, которые хотят оставить настоящее наследие для других. Помоги нам принять вечное наследие от Тебя и передать его другим. Мы знаем, что Ты хочешь оставить чудесное наследие верующим поколениям. Боже, я молюсь за каждого человека, чтобы все они ощутили силу Твоего Духа. Пусть они поймут сегодня, что Ты хочешь встретиться с ними. Дай им силу. Благослови их, защити их. Пусть Твоя благосклонность будет на них. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что были с нами сегодня. Я надеюсь, что вы приняли это слово с ободрением и ощутили силу для выполнения всего, что Бог дал вам. Будьте благословенны. Спасибо за то, что вы подключились к служению современной церкви. Если вы хотите просмотреть больше нашего контента, пожалуйста, посетите наш сайт и другие медиаплатформы и многое другое в современной церкви. Будьте благословенны. Субтитры подогнал «Симон»